Сергей Борисович, здравствуйте. Благодарим, что приняли нас. Добрый день. Как вам известно, уже на Южном Кавказе мир и стабильность. Азербайджан вернул свои исконно исторические земли. Но, несмотря на завершение войны, Армения до сих пор не представляет карты минных полей Азербайджану. И поэтому гибнут наши граждане, гибнут и военные, и гражданские. Люди теряют руки, ноги. Что вы можете сказать насчет этого с точки зрения мирового права, международного права? Во-первых, я не раз говорил, еще раз хочу подтвердить, что стороны обязаны, и в первую очередь тут говорю про Армению, потому что все должны международные сообщества соблюсти те международные договоренности ранее, которые были подписаны, о признании и об обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в тех границах, которые были признаны международным уровнем. Поэтому никто даже, я думаю, мало кто может опротестовать то, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Поэтому я не знаю деталей договора о прекращении огня, но, естественно, что мины и поля должны быть разминированы, даже не обсуждается. И, естественно, что я даже не могу представить, как и почему до сих пор эти карты не были вам представлены для разминирования, потому что это абсолютно недопустимо, когда мирные жители страдают и могут пасть жертвами этих мин. И, естественно, могут искалечиться и могут потерять жизнь. Естественно, что международные договора в этом плане однозначны. Если есть мирный договор, то в этом случае та сторона, которая ответственна за это, обязана просто-напросто предоставить и обеспечить все возможное, чтобы ни одно гражданское лицо не пострадало. И тут, конечно же, вы должны обратиться, я думаю, и международное сообщество, и гаранты этого мира на Кавказе, и те посредники этого мира обязательно должны помочь. Помочь Азербайджану и убедить армянскую сторону, чтобы не допустить больше кровопролития. Потому что мир — это самое главное, и война-то абсолютно исключено. И мы рады с нашей стороны, что все-таки был заключен мир. И, конечно же, мы рады, что Азербайджан смог восстановить контроль над своей же территорией. И очень надеемся, что больше никогда в этом регионе не погибнет ни один человек и не будет пролита кровь. И не только мир, но и развитие этого региона в дальнейшем будет только по нарастающей. Надеемся, что все беженцы вернутся в свои родные дома, там, где они жили до сих пор, и будет счастливая жизнь. Как вы оцениваете на нынешний день отношения между Азербайджаном и Молдовой? Ну, во-первых, мы очень благодарны Азербайджану за наше сотрудничество двухстороннее. Потому что у нас в Молдове проживает очень дружное, очень большое сообщество азербайджанцев, которые, кстати, многие из них руководят большими компаниями, одними из самых больших компаний в Молдове, которые помогают бюджету Молдовы, которые создают рабочие места. У нас есть отличные отношения с Азербайджаном, и в том числе экономические отношения, что касается импорта нефтепродуктов, и не только. У нас абсолютно дружественные народы, и очень надеемся, что эти отношения будут только по нарастающей, и межправительственные, и межпарламентские отношения будут только идти вперед. По линии парламентской ассамблеи ОБСЕ, по парламентской линии, мы в отличных отношениях с парламентской делегацией Азербайджана, по линии ОБСЕ, и также встречались и в Баку по линии ОБСЕ в парламентской ассамблее, и принимали очень важные резолюции. То, что касается шокового пути, так называемого шокового пути, где Азербайджан имеет очень важную, важную, важную роль, тут имеют экономическую роль, и мы, Молдова, очень бы хотела тоже присоединиться, потому что экономическая Азербайджан, конечно же, намного сильнее, чем Молдова, и нам очень важно, как развивается Азербайджан в экономическом плане, и, естественно, что мы были бы, и мы будем всегда благодарны, если это экономическая помощь и сотрудничество будет только во благо. В парламенте у нас, конечно же, есть и группа дружбы между парламентом Молдовы, и я тоже состою в эту группу дружбы парламентом Молдовы и парламентом Азербайджана. У нас, к сожалению, в Молдове сейчас небольшой политический кризис, но это, я думаю, все преодолимо. У нас скоро будут выборы в парламенте, но я уверен, что и в будущем парламенте мы сможем продолжить эти хорошие отношения между нашими парламентскими дружескими группами и по линии парламентской линии ОБСЕ, потому что Молдовская делегация, в принципе, всегда поддерживала вот те резолюции международные, где Азербайджан, естественно, и где мы всегда уважали и поддерживали территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживали как можно быстрее мирное урегулирование этого, к сожалению, конфликта. Спасибо большое! Спасибо вам! Удачи!